Сегодня в творческой гостиной удивительная художница. Член Всероссийского творчества Союза художников декоративно-прикладного искусства, а также член Союза художников Подмосковья Светлана Беловодова. В 1996 году Светлана с отличием окончила Федоскинское художественное училище и с тех самых пор занимается любимой работой. Создает сказку, воплощенную в авторских миниатюрах, небольших панно, лаковых шкатулочках и украшениях, а также пишет портреты. Лет 5-6 назад меня очень увлекли камни. И я попробовала, что такое живопись на камне. И началась совершенно новая струя деятельности, потому что камни – особенный материал. Его их сделала сама природа. И получается, что работая на камнях, я присоединяюсь к творцу, к нашей матери природе, дополняю только что-то. Совсем недавно в музейно-выставочном комплексе открылась первая персональная выставка художницы «Очарование женщины». Считается, что лаковая миниатюра, как вид декоративно-прикладного искусства, зародилась в странах Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Еще во втором тысячелетии до н.э. в Китае использовали сок лакового дерева, которым покрывали вазы, шкатулки и чашки. Тогда и появилась лаковая живопись, достигшая на Востоке высочайшего уровня. Через страны Центральной Азии, а также Ирана и Индии этот вид искусства попал в Европу, а затем и в Россию, где заиграл новыми красками. В России лаковая миниатюрная живопись стала набирать силу с конца 18 века, когда купец Коробов построил под Москвой в селе Данилкове рядом с селом Федоскиным фабрику по производству лакированных изделий. Именно здесь русские мастера создали неповторимые приемы федоскинской росписи, примером которой служат удивительная миниатюра Светланы Беловодовой, по праву считающаяся произведением искусства. Сюжеты рождаются по-разному. Вот, например, у меня была такая задумка нарисовать снежного ангела. Ангела, который дует на свои ладони и летят снежинки с ладоней. Для этого я перебрала много камней и нашла такой камушек, который мне показалось, что в нем уже есть даже. Это снежная буря, хоть с одной стороны, хоть с другой. Вот, сюжет с камнем срослись, как бы подобрались внутри меня. Вот, потом я делаю изображение на калечке, переворачиваю и начинаю рисунок обводить с обратной стороны тоненькой кисточкой, не пропуская ни одной детали. Когда рисунок весь переведен, я переворачиваю калечку, прикладываю ее к камню. Работа Светланы Беловодовой – это настоящая сказка, воплощенная в портретах, авторских украшениях, кулонах, подвесках, колье и эксклюзивных подарках. Когда у меня высыхает припрыжка, я делаю замалевок. Значит, замалевок. Вот, допустим, припрыжка другого сюжета. Здесь у меня шмель на хмеле. Замалевок делается широкими движениями, большой кисточкой. Допустим, у шмеля такая вот желтенькая шубка меховая. Я просто прокрываю, пока я не забочусь об объеме. Вот. Вот здесь у меня, допустим. Головка у него черненькая, но в жипсе не принято использовать черный цвет. Максимальная краска, которая темная, которую мы можем взять, это темно-коричневая. Есть такая краска, умбра натуральная. Вот. Я ее в данном случае сейчас использую. А почему она не использует черный цвет? Черный цвет? Ну, считается, что в природе черного цвета нет. Художница создала целый мир, наполненный прекрасными незнакомками, волшебными цветами и причудливыми орнаментами. И попав в этот мир однажды, хочется в нем находиться как можно дольше. После того, как мы покрыли лаком замалевок, он высох у нас, нам нужно обязательно поверхность сделать матовой. Потому что, если мы будем по глянцевой поверхности писать, то у нас не будет сцепки краски с лаковой поверхностью. Вот мы берем наждачную бумагу и зашкуриваем. Вот. После чего, если, допустим, нужно, вот мне для этой композиции, нужно было декоративная подложка. Я использовала сусальное золото. Клеится золото, тоже высушивается. И потом живопись начинается с того, что мы вот эту поверхность, которая стала матовой, мы ее промасливаем. Капаем капельку масла льняного. Художники пишут, если масляными красками работают, нам льняное масло. Вот. Промаслили. Теперь у нас будет красочка ложиться хорошо. И в этой стадии мы уже будем заботиться о том, чтобы всему, что мы наметили в предыдущей, придать объем. Все мы приходим в эту жизнь учиться. И многое зависит от учителя, который нам достанется. Светлана говорит, что стала ученицей и соавтором гениального учителя. Это природы. Камни научили меня не придумывать сюжеты, а видеть их, наблюдать, всматриваться. Моя жизнь стала невероятно интересной. Помимо того, что художница создает, она еще и учит создавать. Недавно Светлана Беловодова стала заниматься преподавательской деятельностью. Если я сравниваю сейчас вот свои работы периода, когда я не преподавала, и свои работы периода, когда вот я сейчас преподаю, где-то вот год активно, а до этого год, время от времени мастер-классы были. Мои работы очень отличаются. Отличаются вот именно в техническом плане, они более совершенны стали. То есть я, видимо, стала более осознанно работать. Я поняла, что очень не зря. Мне советовали, чтобы расти как мастеру, нужно начать преподавать. Природа завораживает, расслабляет, дарит счастливые мгновения жизни, которых оказывается настолько много, насколько внимательно мы сможем посмотреть вокруг. Сказочные работы Светланы – это синтез бесконечной фантазии потрясающего мастерства, тонкой чувствующей души с безукоризненно исполненными деталями и изящными композициями. Дело в том, что, ну, я не знаю, это вот моя работа. Да, то есть я просыпаюсь, и, наверное, утро у меня такое даже самое плодотворное, я бы, наверное, сказала, время, а потом где-то до обеда, а потом какие-то дела, там, нужно приготовить, покушать, там, кого-то ждешь с работы, там, из школы, там, ребенок приходит. Вот, и могу вечером еще сесть. Вот, иногда, когда хочется что-то очень сильно вот сделать, а как-то вот эти вот все мелкие дела мешают, мешают, я сажусь на всю ночь. Бывают вот не периодами, там, недели, не могу себе работать ни о чем. В планах нашей героини и мечтах открыть свою художественную школу по лаковой миниатюре, а также выпустить сборник сказок о камнях. Ведь это совершенно неправда, что камень сам по себе холодный и не имеет запаха. Он живой и хранит свою историю. Началось все с того, что, когда я работала с тем или иным камнем, придумывала сюжет, допустим, разглядывала его, вообще писала, да, то есть это же не один день работы с одним камнем, я вдруг почувствовала, что у меня меняется настроение. С одним камнем оно одно, с другим камнем оно другое, с третьим оно третье. И я поняла, что вот энергия камня, вот я прямо ее почувствовала, что она есть и она влияет на людей. И когда я начинала придумывать какой-то вот сюжет, тоже все текло от какого-то образа. Допустим, вот я ищу там женский образ, который мне кажется, вот в нем вот есть характер этого камня. Допустим, вот лабрадор, там таинственность какая-то, загадочность, женственность. Жемчуг, там, допустим, темный жемчуг, какая-то даже вот тайна, какая-то роковая, может быть, даже тайна. Белый жемчуг, очень веселый, мне кажется, по характеру. Познакомиться с чудесным и сказочным миром Светланы Беловодовой можно в стенах музейно-выставочного комплекса, где сейчас экспонируется персональная выставка художницы. Особенно эти работы по достоинству оценят представительницы прекрасного пола. Ведь не зря свою выставку Светлана Беловодова назвала очарование женщины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok